Истинные и ложные утверждения. В математическом языке, как и в русском языке, обычно составляют предложения. Как правило, математические предложения являются повествовательными. В каждом из них что-нибудь утверждается. Например, что 2 умноженное на 2 равно 4. Или что 3 умножить на 9 плюс 2 больше 30. Первое из приведенных утверждений – верно, или, как говорят математики, истинно. А второе – неверно, ложно. Знак равенства и знаки неравенств наиболее часто используются в формулировках математических утверждений. В зависимости от использованного знака и сами утверждения называют, соответственно, равенствами или неравенствами. Вы знаете, что если число А не равно числу Б, то оно либо больше Б, либо меньше Б. На координатной прямой, где числа изображаются точками, большее из чисел располагается правее. Из расположения чисел А и Б можно сделать вывод о том, что число А больше, чем число Б. Положительные числа на координатной прямой изображаются точками, расположенными справа, а отрицательные – слева от точки О, изображающей 0. Напомним, что расстояние на координатной прямой от точки, изображающей число Б, до точки О, называют модулем числа Б. Вообще, модуль положительного числа равен самому числу. Модуль отрицательного числа противоположен самому числу, а модуль нуля называют равным нулю.